Служили два товарища, ага. Долгое время о том, что Сергей Иванович Мосякин совершил подвиг, не знали даже члены его семьи, пока в 1967 году в газете не появилась статья о герой Севаша. Удивительно то, что ни брат мой, который фронтовик Виктор Ильич, ни отец Илья Иванович, и, видимо, такой же по складу характера Сергей Иванович, они ничего не говорили о фронте, о боях. Почему, даже не знаю, я уж взрослый был, но что-нибудь, как говорится, чтобы рассказать, я когда однажды старшему брату спросил его, я говорю, слушай, ну ты расскажи хоть что-нибудь, он даже обиделся. Когда на экраны вышел фильм «Служили два товарища» о несправедливой войне, о хороших людях и красивой революционно-романтической мечте, Анатолий Ильич сразу узнал в ключевом герое своего дядю Сергея Мосякина. Идея заключалась в том, чтобы ночью подобраться к укрепленному району на Литовском полуострове, который находится вот здесь, вот Литовский полуостров, вот выступает Белая. Так, значит, вот с этих двух мест. Это, значит, захватить плацдарм неожиданно для Белых. Так и получилось все. Вот перекоп, а здесь вот как раз эта штурмовая колода переходила через Севаж. В фильме бывший фотограф Некрасов определён начальником штаба фронтовым кинооператором. В помощники ему назначают бывшего командира роты Карякина. Взаимоотношения между ними сразу накаляются, но, выполняя одно задание, Карякин и Некрасов становятся настоящими фронтовыми товарищами. Ролан Бык выиграет его роль. Это совершенно противоположные по характеру типажа. Кино есть кино, пусть и не совсем правда, с ноткой грусти говорит Анатолий Ильич. Иногда Иван Карякин мало чем похож на реального героя. В картине в нём легко уживаются романтика, жестокость, вера и ненависть. А правота часто переходит в самоуправство. Он горит революцией, он предан ей до конца. Интересно, какая же нам теперь награда будет, а? Расстрелять. Опять расстрелять? Все с ума посходили. Награды действительно будут. Архивная справка Советской Армии гласит. Представленного к награждению Ренвоенсоветом Харьковского военного округа за отличия в боях с частями Врангельской армии в кавычках при переправе через Севаш 8 ноября 1920 года. В 1926 году Сергей Мосякин демобилизовался и на 4 года уехал в Рязанскую глубинку, село Половское Спасского района. По каким причинам позже он переедет в Рязань, его племянник не знает. Живьем своего дядю Анатолий Ильич видел в далеком 41-м. Я его единственный раз видел. Он был, конечно, плохой, больной уже. И потом, когда я уже взрослый, прочитала статью, я понял, что этот Севаш, конечно, не прошел даром. Это холодная погода. И плюс еще, значит, война с басмачами в Средней Азии подорвало его здоровье. Герой Севаша Сергей Мосякин умер в мае 42-го. Год назад, когда Крым присоединился к России, его племянник начал активно восстанавливать биографию дяди и узнал, что имена красноармейцев, которые вели тяжелые бои на Литовском полуострове, давно увековечены в граните. Это все? Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...